У Маши, Саши и Даши Итак, давайте напишем Маша, Саша, Даша Вместе у них 11 воздушных шариков 11 шариков Мы с вами и шарики рисовали Мы с вами рисовали с помощью отрезков Сравнивали отрезков Сейчас мы попытаемся составить уравнение У Маши на 2 шарика меньше, чем у Даши Примем шарики Даши за неизвестные Какое неизвестное возьмем? 4х Итак, пусть у Даши х шариков У Маши на 2 меньше Это сколько у Маши тогда? На 2 меньше Их минус 2 Их минус 2 Их минус 2 шариков у Маши Дальше У Саши на 1 шарик больше, чем у Даши Что мы, Саши? Х плюс 1 Х плюс 1 запишем Х плюс 1 Замечательно Замечательно А теперь, как узнать, сколько шариков всего? Все пишем в рабочих тетрадях Все пишем Как узнать, сколько шариков всего? Как узнать, сколько шариков всего? У тебя есть шарик, у меня есть шарик, у него есть шарик Как узнать, сколько шариков всего? Сложить Сложить То есть надо сложить Ну давайте будем складывать у нас столбиков Будем складывать столбиков Х плюс Х плюс Х Нам надо вместе посчитать. Х плюс х плюс х. Будет? 3х. Все видят 3х или нет? Все видят 3х? Все видят 3х. Ну давайте запишем, что это будет 3х. 3х. Дальше у меня идет минус 2 плюс 1. 1. Минус 1. Минус 2 плюс 1. Для тех, кто еще сомневается, мы запишем так, как есть. Их 2. 2х. Не поняла? Нет, мы сейчас ничего не будем делать. Мы сейчас все, никто никуда не торопится. Итак, складываем. Х плюс х плюс х будет 3х. У нас есть также минус 2 и плюс 1. Поскольку мнения разошлись, мы их просто выпишем. Итак, это у нас сколько всего? Давайте посмотрим дальше. Стоп. 3х. Скажите, пожалуйста, если мы вычли 2, то прибавили 1. У нас количество как изменилось? Уменьшилось. Уменьшилось на единицу. Уменьшилось на единицу. Таким образом, сколько? Даль. Почему? Минус 1. Мы что-то с х делали? Х минус 1. Мы с ними что-то делали? Мы решаем сейчас задачу вот с этим хвостиком. Мы от нашего количества, неизвестного, вычли 2 и прибавили 1. Изменилось как-то? Изменилось. То есть мы должны вычесть 1. Минус 2 плюс 1, это будет минус 1. Мы с вами сейчас насчитали, что всего у детей 3х минус 1 шариков. Может дети и не знают, главное, чтобы мы про них все знали. Х 3х минус 1 шариков. Запятая. Что после запятой будем писать? А, будем писать. А по условию. А по условию сколько? 11. А по условию 11. А по условию 11. Вот мы теперь с вами должны понять, что всего, что мы насчитали, 3х минус 1 и 11 по условию, это величины равные. Так? А если они равны, то мы ставим знак равенства. Что мы делаем, чтобы найти 3х из этого равенства? 3х из этого равенства, надо что сделать. А от 11 прибавить, а от 11 прибавить. Прибавить. Смотрите, здесь же у нас минус, немножко вот не видно. Минус, правильно? Значит, мы из величины вычлили единицу и получили тогда 11. Значит, нам надо наоборот сделать, прибавить, чтобы получить ту самую величину. 3х плюс 11 плюс 1? 12. Теперь у нас выражение 3х равняется 12. Сколько будет? 12 разделить на 3, правильно? Мы не спешим. На 3. И мы нашли, что это будет 4. 4. Теперь после того, как мы нашли значение нашего неизвестного, надо вспомнить, а о чем это было. Да? Что такое х? Вернитесь, пожалуйста. Что такое? Сколько шариков у Даши? Сколько шариков у Даши? Х, правильно? Вопрос задачи какой? Сколько шариков у Даши? Сколько шариков у Даши? Мы нашли ответ на вопрос? У нас. Нашли. Пишем ответ. Ответ. 4. Шариков у Даши. У Даши. Мы с вами учились уже складывать в столбик. И думаю, что у многих это умение осталось. Значит, сейчас, тем не менее, мы еще раз аккуратненько все повторим с вами. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 плюс, ну давайте, 231. 231. Как будем складывать? Так. Ну давай, Леша. Единица с единицами. 5 единиц плюс 1 единиц это будет 6 единиц. 3, 8. 3. Это будет 7 и 8. И это уже... 7, 2. Во-первых, мне нужно не так. Вот вы куда-то спешите. А мне нужно всего лишь, что это 8 десятков. 8 это десятки. 3 это десятки. Значит, у меня 8 десятков и 3. Что? Десятка. Это будет 11 десятков. В разряд десятков я могу поставить единицу. А 10 десятков мне дают сотню. Да. И мы из... Отметила. Мы из... У матери износим сразу 4. Да. Мы можем. Мы можем это сделать с уме. Я безусловно не сомневаюсь, что мы можем. Но нам не нужно. Делать это не нужно. Мы перенесли. Итак, 4 плюс 2. 6 и 1 в уме. 7. 7. Замечательно. Следующее посчитаем. 2 тысячи 300. Ну сколько? 1. 2. 2. Ну давайте. 2 тысячи 200. 1. Плюс. 3 тысячи... Вот нолик поставим. 1. Поставили. Давайте здесь возьмем. 5 тысячи 13. Замечательно. Больше того. Я даже не сомневаюсь, что это вы сделали. 2 единицы, плюс 1 единица. 3 единицы. 1 десяток и 0 десятка будет 1 десяток. Почему? 1 десяток. Здесь 0 десяток. Значит сумма 1 десяток. 3 сотни здесь. 2 сотни. 2 тысячи будет 5 сотен. 2 тысячи плюс 3 тысячи будет 5 тысяч. Вот сейчас я чуть-чуть подожду, пока вы это все не говорите сами себе. И единицы. И единицы. И единицы за 1. Да, поскольку мы пользуемся с вами позиционной системой, то у нас каждая цифра показывает на самом деле, что мы умножили. Правильно? Поскольку система наша десятичная, то мы умножаем разряд единиц. Это единица. Разряд десяток. Это показывает 1 умножить на 10. Тройка. Это в разряде сотен стоит. Поэтому на самом деле это 3 умножить на 100. И 2 стоит в разряде тысяч. Умножаем 2 на 1000. Пишем. Понятно, что мы так же аккуратно, как сейчас расписали первое число, расписываем второе. Единиц. Одна. Ноль десятков. Ну, ноль десятков, он и будет ноль. Две сотни. И три тысячи. И три тысячи. И три тысячи. Только одну сотню. Не сотню. Три, да, спасибо. Три тысячи. Как говорить, так и пишите. И три тысячи. Мы сейчас будем это складывать. Мы сейчас будем это складывать. Мы сейчас будем это складывать. Ну что? Мы это складываем. Мы это по-другому складываем. Давайте складываем. Итак, две единицы плюс одна единица. Сколько будет? Три единицы. Три единицы. Один десяток плюс ноль десятков. Сколько будет? Один десяток. Один десяток. Не успеваешь переписывать? Не успеваешь переписывать? Не успеваешь. А-а-а, ну ничего. Да, это, конечно, тут лучше привыкать на одно единицы. Надо, поэтому не стараться писать в самом конце, на последней строчке. Размах у нас, видите, как тут. Итак, три сотни плюс? Шесть. Две сотни. Сколько будет? Шесть. А на самом деле? Три сотни плюс? Пять сотен. Пять сотен. Пять сотен. Еще раз. Это очень хорошо. Пять сотен. Две тысячи плюс три тысячи. Пять тысячи. Пять тысяч. Пять тысяч. Пять тысяч. Ну, замечательно. Это мы сделали. Теперь переходим к следующему. Поскольку у нас, нам же без разницы, в какой мы системе работаем. Правда? Да? Мы все уже без разницы. Мы уже столько систем всяких выучили. Мы представляли и не только десятичную, двоичную, троичную, пятеричную. Мы смотрели запись китайскую систему, систему Майя, систему, алфавитная система записи. Нам все равно. Да? Если я запишу... Я китайскую не смотрю. Ты не китайскую не смотрю? Ну, слушай, мы обязательно сделаем еще китайскую. Итак. Ну, например, я запишу так. Давайте 2х плюс 2. А вы рядом столбик пишите. Ну, у себя. Кто мне служит? Смотрим. У нас есть единицы. Одна единица плюс 2 единицы. Будет 3 единицы. Переходим. Икс плюс 2х. Будет 3 х. Запись оконченную. 3х плюс 3х уже дальше складывать нельзя, потому что мы же не знаем, что именно мы обозначили за х. Но х можно вычислить. Х можно вычислить, только если мы знаем общую сумму. Например, если у нас общая сумма 33, тогда х это у нас 30, а на самом деле 30 разделить на 3. 10. Тогда х получится 10. Если у нас 3 плюс х равняется 303, то х чему равняется? Су. Минус 1. Ну-ка. Су. Сто. Сто. 303 минус 3. Это будет 300. И тогда х равняется 100. Хорошо. Хорошо. Если 3х плюс 3 равняется 12. Да. Икс равно 3. То х равен... Давайте смотреть. Минус 3 это будет 9. И х будет равен 3. Поэтому на самом деле в этой записи, пока у нас не стоит, чему равно наше выражение, мы никаких более действий не производим. Понятно? Сегодня будем вкладывать любые выражения. Кстати, его читать тоже. Давайте поочитаем. Давайте. Ну, давайте 4. Но придумать не будем. Итак, давайте поочитаем. Что-то мы действительно поочитали. Да. Итак, 5 единиц минус 4 единицы. Одна. 8 десятков минус 4 десятка. 4 десятка. 4 десятка. 7 сотен минус 2 сотен. 5 сотен. 5 сотен. 5 сотен. Замечательно. Ну и как вы догадываетесь, я сейчас очень быстро, а вы вместе со мной очень быстро. Так, распишем это на выражение. Мы к нему привыкли, это безусловно. Именно поэтому сейчас кажется, что тяжело расписывать. Но надо. В этом очень хороший спектакль в Театре кукол образцовых герахов. Садите, посмотрите. Мне зашло, но очень нравится. Пахнет. Пахнет. Итак, надо, понимаете, вот есть смысл. Давайте смотреть, как мы вычитали. У нас есть 5 единиц, да? 5 единиц. Увидели? Да. Надо вычесть 4 единицы. Значит, что будет здесь? 1. Будет 1 единица. 8 десятков минус, он у нас минус, 4 десятка. Будет 4 десятка. Хорошо. 7 сотен минус 2 сотни. 5 сотен. Будет 5 сотен. Это правда. Ну, осталось у нас повычитать. 7 единиц минус, давайте пока с плюсом 3, 5 единиц плюс 1. Вычитаем. Подожди. А вычитаем. Вычитаем. Так. 2х плюс 2. Да, ну, 3 единицы минус 1, 2 единицы. 7х минус 5х будет 2х. 2х, 2х. Ну, так вот хорошо. Будет 2х. Хорошо. Давайте посмотрим теперь выражения. Понятно ли, что можно делать выражения не только с одной переменной, но и с любым набором переменной. 7х, 3у и 5. Ну, давайте вкладываем. 8 единиц минус 20. 20 единиц, я извиняюсь. И плюс 50. Плюс 50. 50. Давайте смотреть, что будет в этом случае. Так. Кто хочет? Нет? У нас желающие еще есть. Да, пожалуйста. Да. Что я должна здесь написать? 55. 55. Это числа, которые не содержат переменной. Они свободны от других. Так? Значит, в данном случае наши единицы – это 55 свободных единиц. Плюс 23. 23 у. У, да. 3 у плюс 20 у – 23 у. И плюс 15 х. И плюс 7 х плюс 8 – 15 х. И это правда. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. 5 х плюс 3 у минус. Ой. Давайте возьмем пока плюс. 9 х плюс 9 х плюс 3 у плюс 15. Ну, давайте. Каким предлагаем? 25. 25. Прямо сразу 25. 1, 2, 3, 3. Давайте все-таки поменьше. 5. И плюс 25. Сами научитесь. Сами научитесь. Итак, давайте смотреть, что же тогда у нас происходит. Я беру шпу поскоро. Угу. Не смотри, так вот в голове. Итак. Пожалуйста. 15. 15 плюс 25 – это у нас 40. У нас минус. Мы решили вычитать. Руки еще поднимаем. Чтобы я видела, кто готов. А то я не вижу, человек сидит или уже заснул. Ну, давай. Наверное, 9 мы занимаем. Нет. Нет. Значит, проблема такая, что когда вы говорите про то, что мы занимаем, да, это надо сначала решить задачу единицами. То есть ты не можешь заранее, вот ты сидишь дома и думаешь, дай-ка пойду брать в банк кредит. Правильно? А надо же еще посмотреть, а может он тебе не нужен. Там проценты не выкупишь. Зачем-то он нужен? Нет. А тогда с чего бы ты пошел? Вот у нас есть 15, да, которые свободны. Итак, кто может сказать, что мы делаем? Ну, давай пробуй, Леша. От 25 до 30. Так, хорошо. Это хорошо. Это мы же специально собрались, да, пожалуйста. От 25 до 15. От 15 надо. Есть партнер. Так, нет. Дальше что? Мы занимаем у тройки десяток. Нет, мы не можем у тройки ничего занять. Мы еще с этим не разобрались. Пожалуйста. Почему не можем? Вот, смотри, ты говоришь, взяли у тройки десяток, да? А если у нас Y это единица? А может быть, Y это вообще ноль? Вот нет ничего. Банк обанкротился, а ты туда ломишься. Дайте, дайте. Да не дадут ничего. Обанкротился он может быть уже. Да нет, мы уже не... Да, пожалуйста. И длиной заговоры не вставляют, что минус 25 получим 10. Минус 10. Минус 10. Давайте посмотрим, как говорится, волшебную книгу. Давайте посмотрим, что у нас значит прибавить 15. Это волшебная книга, это вообще-то было, там просто книжка, как без букв. Итак, прибавить 15. Это мы с вами идем. Вправо и положили себе в карман плюс 15. Теперь мы идем в минус, понимаете, минус 25. Что это означает? Что мы пошли в обратном направлении. Мы пойдем в обратном направлении. Нам надо сейчас вычесть 25. Поэтому мы вычитаем, проходим ноль, это мы вычли 15. Правильно? И еще у нас осталось 10. Значит, мы пришли на число, которое обозначается минус 10. Себе схему нарисовали? Минус 10. Мы не знаем, сколько в банке. Но мы знаем, что нам надо... Минус 10. Да, что нам вот наш докс на сегодня, это минус 10. Понятно? Не бежим. Мы не знаем. Мы еще выводы не сделаем. Плюс, минус 10. А какого плюс? Какой плюс? Какой плюс тут уже? А, плюс. Тут уже плюсов нет. Все. Вырос плюс 15. А мы сначала вычли 25. Мы вычли 25. Заметьте, не я это предложила. А можно что сначала вычли 25? И поняли, что у нас сейчас ситуация какая? Что у нас минус 10. Мы поняли свою ситуацию. Ну, а сначала мы можем вычли 25, а потом плюс 15. Ну, какая разница? С переменами я слагаю, но сумма не меняется. Ну, да. Хоть так, хоть так. Итак, мы с вами решаем сейчас неуравнение. Если бы мы решили уравнение, решали бы уравнение, да? Мы бы нашли значение неизвестных и пытались бы что-то там с ними сделать. Да, подставить, посчитать, занять. Сейчас мы определяем только нашу ситуацию. Наша ситуация на момент решения такая. 15 минус 25 будет минус 10. Это та ситуация, которая есть. Посмотрим, что у нас у банка. Минус 10 плюс... Нет, нет, нет. Смотрим, что у нас банка. Так, 3у минус 5у. Минус 2у. Минус 2у. Это мы сегодня в банках. Слушайте, если после 4 числа курсы изменится, я не виноват. Как-то мы не вовремя с вами начали. Итак, минус 2. А 9х? 9х минус 2х будет 7х. Итак, вот наша ситуация на тот момент, когда мы с вами решаем. 7х минус 2а. Да. У нас здесь стоило в таких особняках плюс. Где в таких особняках? 7х минус 2у без минус. Ну, так как мы же сделаем теперь вычитание? Когда мы сделали сложение, у нас стоило плюс. Да. А когда мы делаем вычитание? Мы же сейчас просто делаем вычитание. Вот нам вот этот знак не заметили. Мы сейчас делаем вычитание. Когда мы делаем сложение, так, мы складываем наши ресурсы. Какие ресурсы? 25 и 50. Сложили. 55. 3х. 20х. Сложили. 23х. 7х. Сложили. 8х. Получили 15х. Это мы складываем наши ресурсы. У нас предыдущая ситуация. Сказали, что с плюсом, да? Плюс 20х и плюс 50. Минус. Теперь ты заметил минус? Заметил. Давайте смотреть ситуацию на момент решения. Все поднимают руки, чтобы я имела возможность выбрать. 5 минус 50. Минус 45. Только руку вынимать. Минус 45. Значит, если у нас есть 5, да? А нам надо вычесть 50. Минус 50. Значит, 5 это до нуля. И, соответственно, получаем число после. То есть противоположное. Минус 45 получаем. Хорошо. 3у минус 20у. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. 17у. Минус 17у. Минус 17у. Минус 17у. Дальше смотрим. 7х минус 8х. Сколько сейчас? Минус. Минус. Минус 1х. Минус. 1х. Ну, поскольку 1 умножить на число будет само число, да? 1 умножить на 1х. Это будет само число х. И любое, соответственно, число умножить на 1, то просто напишем минус х. 7х минус 8х будет минус х. Как проверяется? Разумеется, все проверяется сложением. Да? Давайте сделаем проверку. Зачем? А вот захотелось. Проверю. Итак, если мы прибавим 8, мы запишем число 8 и плюс 20у плюс 50 и прибавим к этому то, что у нас получилось разность минус х. Переписываем все с теми знаками, какие будут выражения. Давайте смотреть. Давайте считать. Все поднимают руки, кого я могу спросить. Опять начинаем слева направо. 50 плюс минус 45. Сколько у нас получится? Пожалуйста. Пять. Всем понятно? Да. Значит, здесь будет 5. 5 будет с каким знаком еще раз? С плюсом. С плюсом. Потому что мы от 50 отступили в противоположную сторону на 45. И получили 5. 20у плюс минус 17у. Да, пожалуйста. 3у плюс 3, да. Ну, 3у, это я и поняла, что плюс 3, конечно. Плюс 3у. 8х прибавит минус х. 7х. 7х. Хорошо. 7х. Давайте посмотрим, получилось ли то же выражение, которое мы отнимали. 7х3 плюс 3у и плюс 5. Все то же самое. Увидели? Увидели. Ну и теперь нам осталось это применить. Мир 32 из 1001 задачи. У овец и кур вместе 36 голов и 100 ног. И 100 ног. Давайте смотреть. Овцы, куры. Овцы, куры. Сколько овец, спрашивает автор? 4. Значит, у нас, еще раз читаю задачку. 32 задача. У овец и кур вместе 36 голов и 100 ног. Вопрос. Сколько овец? Знаешь, сколько овец? 14. Понятно. Почему ты думаешь, что их 14? Подожди, пожалуйста. Там есть решение и ответ. Где есть решение? В учебнике есть решение? Да. Хорошо. Иди рассказывай решение. Сейчас. Без учебника. С учебника. Без учебника. Ну, по-другому. С учебника. Написано сразу же решение. Да, разумеется, есть задачи, в которых написано решение. Ну, давай. Сначала у нас... Что? Спасибо. Безусловно. Да. Безусловно. Итак, будем делать видео уравнение. Сколько овец известно? Нет. 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 Значит, обозначаем как неизвестное. Нет. Нет. Только неизвестное надо написать. Так у тебя еще появились хорьки. Да? Вот так. А у нас овцы. И буква X. Х. Х, да? Значит, X штук. Напиши, чтобы вдруг случайно не подумали, что это новые там хомячки завелись. Не, ну так, по-другому не надо штуку. Ш, T вполне. Ш, T, ты иди. Так. Сколько всего у нас... Кому там дальше? Кур. Кур. Известно? Х. А? Х. Можно. Можно. А почему именно Х? Можно. Их один на тое количество? Игриц. Игриц. Пожалуйста, пожалуйста, у нас тут вот одна тряточка. Да, Игриц пиши. Игриц пиши. Так, сколько всего нам известно? Всего? 36. 36. Хорошо. Г голову. Ага. 36. Голов. Ну, а раз голову, да, то мы считаем, что они все соответственно с головами. Поэтому 36 штук. Хорошо. Значит, давайте запишем. Всего. Всего. Игриц плюс игрек. Согласны? Игриц. А по условию? Нет. А по условию всего 36. А по условию 36. Ну, у нас получается, смотрите, два неизвестных. Игриц и Игриц и 36. Мы, конечно, можем дальше предполагать, прибавлять по единице, или по два, или по три. Значит, нам нужно еще одно предложение. Какое там было еще предложение? Всего 100 нок. Всего 100 нок. Как применить эти 100 нок, которые по условию даны? 100 разделить на 4 плюс 2. А почему 100 надо разделить на 4 плюс 2? А то у нас... Курица 4 плюс 2. Так. А у курицы на 2. Хорошо. Давайте 100 нок разделим на 4, получим... Подожди, подожди, подожди. Ты вот им доказывай. Ты мне чего? 100 нок. 100 нок разделить на 4. Подожди, подожди, подожди. Это будет 25. И потом прибавим 2. Это скобка. Это будет какой-то 27 ножек. Ага. Не то. Хорошо. В скобках, да? Но в скобках тогда еще тяжелее. Потому как 2 плюс 4 это 6. Значит, 100 разделить на 6. Это же как же рубить-то будем? Ну, не получается. Значит, надо 100 сначала разделить на 2. Ну, понимаешь, это же долго подбирать. 100 разделить. Ну, можно разделить на 2. Но лучше написать все-таки, как составить уравнение. У нас у овцы 4 ноги. Да? Да. Сколько овец? 14. Ну, у нас неизвестно. Наказано. Известно. Итак, ноги. Ног. Ног. Да? Сколько ног? Значит, у овцы x всего, x штук. Каждая имеет 4 ноги. Значит, сколько всего ног? 4. На 4. На 4. 4. Хорошо. Итак, овцы имеют 4 x ног. Куры... Ой, господи. 6. Костры на страничке. Курица 6 ног. Сколько куры имеют ног? 2. Значит, каждая курица 2. Пардон. Значит, 2 x. Значит, 2, извините. y. 2. Ног. Итак, всего ног. Y. Всего ног. Так, присаживайте. Что же, а то он не будет дальше? 6 x. Неправда. 7, 10 сколько? Вот видишь, не повторял. 7, 2. Не повторял. Итак, смотрим. Всего ног. У нас есть 4 x. Это штуки. Это сколько ног? У овцы. У нас есть сколько ног? У кубы. У каждой по 2. Их всего y. Значит, 2 y. Значит, такая у нас по 4. А по условию давайте составлять уравнение. Итак, где у нас равенство? x плюс y. Заканусь по 14. Мы ждем вместе с папой. Я уже пересказала. Значит, x плюс y по условию 36. Значит, здесь мы поставим знак равенства. Здесь 4x плюс 2y. И это равно то. Эти два предложения должны выполняться одновременно. Поскольку без голов наши ноги не бегают. Что будем делать? Что будем делать? Что будем делать? Рисунок. Рисунок. Все уже ушли от наскальной росписи. Мы даже уже сейчас ушли от арифметических действий. Мы сделаем следующее. Мы избавимся от одной из переменных. Смотрите, что мы сделаем. Мы первую строчку домножим на 4. Потому что наш самый большой коэффициент... Вы видели? 4. Пишем. 4. Давайте домножать. У нас есть выражение. x. x умножить на 4 будет... 4x. У нас следующее идет. Плюс y. Плюс y умножить на 4 будет... 4y. Плюс 4y. 36. 36 на 4. Деленое? Все умножали, умножали. 36 умножить на 4. Каждое сейчас. Что? Нет, сначала вы посчитаете. Руки подниму. Сколько же будет 36 на 4? Можно не умножить. Солбик. 100? 42. 42. 2 точно нет. Потому что 6 на 4. 144. 144. 144. 144. Замечательно. Второе переписываем без изменения. Теперь посмотрите, что интересно. У нас и в первом, и во втором высказывании есть 4x. Будем избавляться. Вычитаем. Вычитаем. 4x минус 4x. Сколько будет? 0x. 0x. Но поскольку у нас не пишется, да? 0x. Мы его запускаем. 4y минус 2y. Будет? 2y. 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 Итак, 2 на какое число надо умножить, чтобы получить 44? На 22. На 22. Значит, мы разделили 44 на 2 и получили, что y равен 22. 22. 22. Да, y минус у нас курицы. Нам надо узнать про овец, да? Хорошо, давайте узнаем про овец. Подставляем в первую нашу строчку 22 и смотрим. Значит, всего у нас 36, 20. 36 отнятия 22 и получится. И получится? 14. 14. Ответ. 14. 14 овец. 14 овец. Это как? 14 овец. Ну, давайте теперь попробуем решить задачку. Номер. Да тут каждому номеру, конечно, есть ответ. Но, тем не менее, нет. Не каждому. Не каждому? Да. Ой, ну, слава богу. Слава богу. Итак, тогда следующая задачка. Триста, ой, потом, 33 задачка. Следующая задачка. Так. 33. Вовочка собрал в коробку жуков и пауков всего 8 штук. Если всего в коробке 54 ноги, сколько там пауков? Примечание. У жука 6 ног, у паука 8 ног. Как-то... Да? Ну, всем известно, да. Но всем известно, что жуки у нас насекомые, а пауки пауковые. И так, это будет сколько их штук, да, в коробочке? Это сколько ног у усоби, у одной штуки, у одного представителя, да, у одного этого вида, и ноги всех. Ноги всех. Присутствующих в коробочке жуков. Присутствующих жуков. Итак, нам известно, сколько жуков? Жуков 1. Нет, неизвестно. Ну, пусть будут х. Традиционно. Сколько у одного жука ног? Известно? Да. 6. Сколько всего ног у присутствующих жуков в коробочке? 6х. Если всего 6 ног у одного, а их х, то всего ног у присутствующих жуков будет 6х. Хорошо. Пауков сколько, известно? Из. Игрек. 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 Неизвестно нам сколько. Всего у паучков 8 ног. У каждой особи. Значит, у присутствующих пауков сколько будет ног? 8х. 8х. 8х ног. По условию давайте запишем. По условию. Значит, сколько у нас всего жуков и пауков? Известно? 48. Нет, 48 ног. Неизвестно. Неизвестно сколько всего. Сейчас посмотрим. Ну как это? Всего 8 штук. Ну посмотрим условию. Всего 8 штук. Вовочка собрал в коробку жуков и пауков. Всего 8 штук? Да. 8 штук. Значит, по условию всего штук 8. По условию ног всего сколько? 54. 50? 54. 54 по условию. 56. Или 56? 56. 54. Кто же не может книжку поглядеть? 54. Ну 54, если мне не. 54. 54. 54. Ну а тогда давайте составим наше высказывание. Всего это х. Всего это х жуков и пауков х плюс у, а по условию их 8 штук. Всего ног у жуков 6х. И, соответственно, 8у у пауков. А по условию всего 54 ноги. А по условию 54 ноги. Ну что, давайте выбираем самый большой коэффициент. Какой? Весовой. Весовой. Вот он. 8. Правильно? Здесь коэффициент. 1 здесь. 1 множитель. Здесь 6. Здесь 8. Он самый большой. 8. Значит, первую строчку здесь есть. Он уже присутствует. Значит, первую строчку домножим на 8. Домножим на 8. 8 умножить на х. 8х. 8 умножить на у. 8х. И 8 умножить на 8. 64. 64. Вторую строчку переписываем без изменения, поскольку мы по ней подравнивали. Проэффициенты. И вычитаем. И вычитаем. И вычитаем. 8х минус 6х. 2х. 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 Так и правильно значит. Будь здоровы. 2х. Раз чернул, значит, точно 2х. 8у минус 8у. 0. 0. 0. 8у минус. 0. 8у. 0. 0. Да? Из числа вычли само число. 0у. 0 я не буду записывать. Зачем его записывать? 64 минус 54. 10. 10. 10. 10. 10. Все довольны? Аж 2х равняется 10. Отсюда х равняется 5. Отсюда х равняется 5. А что такое 5-то у нас? Это жуки. Жуки у нас. А нам нужно что? А паука в 3. А паука в 8. Подставили. 3 паука. 5 плюс у равняется 8. 3 паука. Да. Из суммы вычтем первое салатарь мы получим 3. Ну, а поскольку это у нас были пауки, да? То мы пишем в ответ 3 паука. 3 паука. Ответ 3. Паука. 3 паука в коробочке. Примечание. Значит, скажите, пожалуйста, 54 делится на 6 нацелло? Да. Ну, 54 делится нацелло? На 6, да. Да. Делится? И сколько получится? 9. 9. 9 кого? 9? 9 чуков. 9 чуков. А у нас всего должно быть 8, да? Значит, не получится, да. То есть, даже если у нас не будет в коробочке никого из представителей паучков, то у нас задача тогда не сойдется. Даже если у нас никого ни паучков не будет. Но поскольку у нас в вопросе стоит, что сколько пауков, да, то мы, соответственно, вот нашли, сколько пауков. Все будет. Да. На 3? 7. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 7. И так, значит, у нас первый, второй, третий, четвертый, ну и пятый уместится. Вот такие самые разнообразные, так, чтобы все подумать, вот главное для себя понять, выработать. Правильно ли я понимаю, правильно ли я понимаю, правило учить, как говорится, всегда успеете. Сейчас надо понять, что происходит, когда мы видим, что это произошло. Y плюс 2Y будет? 3Y. 3Y. Тоже хорошо. 3Y. Так, ждать надо записывать. Чего? Так, плюс. X плюс 3Y будет? 4Y. 4Y. Хорошо. Что-то, кстати, молчит, но пишет правильно, да? Пишет правильно. 7 минус 5. 2. Каким знаком? Плюсом, да. Туда продолжай. Так, 3 минус 2. Нет, это плюс. 3Y плюс... 2 и 5. Y. Вот ты договариваешь и дописываешь. Молодец. Дальше. 2X плюс 4. Будет? 3. 3X. 3X. Молодец. Договариваешь и дописываешь. Все, все, все. Нет, перед выражением, если плюс, это как-то 0 не ставит. Пожалуйста, Костя, третий. Так, третий. Давай разбираем. Здесь вычитание. 8. 8 минус 5 будет 3. 3. Так. Знак. Да. 2Y. Да, поэтому надо аккуратненько, чуть-чуть дать свободу себе. Более кругло, да, размашиваться, чтобы свободно было, да. И доска позволяет. Третий класс, да. Ну что, до третьего класса не дойдем или не дойдем? А я у тебя такой класс. Нет, ну мало ли, до вас уже не хватило. Третий класс, да. Идем в третий класс. Есть третий класс. Итак. Минус 8 и минус 5, да. Значит, давай, Павелик, вот у вас было минус 8, да. И еще путешественник ушел на минус 5. Правильно? Получается минус 13. Правда, Клаша? Ну, ну, потому что без тетради. Нет. Почему? Это, наверное, из другого столбца. Вот лучше без тетради. Вот тут подсказываешь, лучше без тетради. Как есть? Читаем. 3Y. 5Y плюс 5Y. 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 Да, это просто тетрадь. Надо посмотреть. Y ты говоришь и пиши, пиши, что говоришь. 5Y. Минус 5, минус 5, будет минус 10. Я сделаю. Минус 5, минус 5. Вот вы идете. Минус 5, минус 5. Это вы пришли. Минус 10. Так, дальше. Y минус минус Y. Что же это за предложение такое? Минус минус Y. Нет? Не 0. Y минус 1, минус 2Y. Плюс у нас был Y, минус минус Y. Вот у нас был Y. Потом я про него сказала. И это число противоположное числу на Y. Минус это противоположное. Правильно? Замечаю. Значит, минус минус Y. Что это я сказала? Число противоположное числу Y. Противоположное противоположному числу Y. Вот как интересно. Это прям Y. Да? Есть число минус Y. Число ему противоположное. Но число противоположное противоположному числу, как говорят индейцы, да? Есть сам Y. Друг, враг. Враг моего врага. Мне друг, как говорили индейцы. Враг моего врага. Мне друг. Понятно? Понятно. Итак, значит, друг и враг моего врага дадут мне... Друг. А сколько всего будет? Друг и враг моего врага. Друг. Друг. Сколько? Один Y. Два Y только. Два Y. А у вас, я в школе, так говорят, X. Ну, на то, как хорошо пошли. Вот. Два Y. Вдруг, враг моего врага. Итого у меня, получается, в наличии два моих друга. Правильно? Потому что, как говорится, а что это у вас тут все разношерстное? Вот враг моего врага, мне друг. Это правда. У нас нет ничего разношерстного. Итак, 17X минус 9X... Ой, 17X минус 9X... 8X. 8X. Это правда.